Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео коротко расскажу вам первое впечатление от патча 1.10. Итак, коротко про танчик. КС-63. Польская десятка, средний танчик с новой механикой, турбо-движок там или что-то там, короче, турбо-режим. В нем танчик летит 70 км, без него катается там 40-50. В целом танчик мне понравился, ветку я не качал сам своими руками, у меня были огромные ресурсы на аккаунте и потратив даже не все, я выкачал ветку просто поклацав мышкой за чертежи и свободку. Потратил целую пачку чертежей, не помню сколько, и 400 тысяч свободки. Еще столько освободки осталось и чертежей там тоже еще навалом. Пока картошка что-то новое еще добавит, у меня еще эти ресурсы накопятся, поэтому я не знаю что с ними делать, в банке там засаливать или что, поэтому я принял решение поклацать мышкой, выкачать десятку и сразу вам ее показать. Первое впечатление, танк мне понравился. Стабилизация хорошая, скорострельность лютая, ДПМ, на мой взгляд очень дикий, любую СТшку, которую вы встретите в бою, вы перестреляете, любой тяж, который встретите в бою, перестреляете. За счет того, что можно лететь в турбо-режиме 70 км, занимаете быстро какую-то имбовую позицию, если такая имеется на карте, и с нее просто ДПМ-ом душите всех. Танк офигенный, но имеются минусы, за которые я говорил. Еще до того, как поиграть на этом танке, по ТТХ было видно, что танк высокий, визуально понятно, что он большой, это коробка такая, он не маленький и у него 8 градусов ВН. Почти всегда пушка опускается, но в некоторых моментах не хватает 8 градусов, приходится придумать, как наклонить корпус, чтобы пушка опустилась. Это неудобно и неприятно, в некоторых местах, где все спокойно играют, у вас пушка не опустится вообще. 8 градусов сейчас это мало. Да, конечно, раньше играли и с 3 градусами на китайцах, но раньше карты были не такие перерытые, и мусора на них было меньше. Поэтому, на мой взгляд, 8 градусов сейчас маловато, но можно, скрипя зубами, это терпеть, но я считаю это минусом. Также еще, если жопу не подставлять, танчик не горит, если подставлять, танчик горит. Из плюсов, это лютая скорость в турборежиме, лютый ДПМ, хорошая стабилизация, нормальная точность, сведение, конечно, долговатое, но в целом попадать легко. Танчик мне понравился, в умелых руках он будет даже имбовый и разрывать рандом, я думаю, тоже будет. Поскольку, довольно-таки легко набивается много урона и поучаствовать в бою легко, потому что, если ты выбрал не то направление, нажал кнопочку Х и на 70 км в час, ты летишь туда, где ты можешь поучаствовать в бою. Если выбрал не то направление, ты его меняешь буквально за считанные секунды. Таким образом, легко настрелять много урона за бой. Переходим к оборудованию 2.0. На мой взгляд, оборудование 2.0 это развод CA World of Tanks на бонус 1.5%. Поскольку слот с категории дает бонус 1.5%, многие из танкистов пытаются им воспользоваться, типа, ну он же есть, надо чтобы он работал. Но если у вас есть боновое оборудование, то эти 1.5% вам ни к чему. Поскольку на польские танчики я поставил фиолетовый досылатель, фиолетовый стабилизатор, фиолетовую вентиляцию. Все по старинке, как и было, ничего не изменилось. Также большую ремку, аптечку и доппайок. И все. И ничего мне больше не надо. Все как было, так и осталось. Почему? Потому что боновое оборудование апнули, и оно дает 3.5% бонуса от обычного оборудования. Если обычный досылатель, это 10%. Если досылатель в слоте с категории, это 11.5%. Если розовый досылатель, это 12.5%. А фиолетовый, это 13.5%. Вот танкисты, которые будут пытаться реализовать этот слот с категорией, будут проигрывать тем, у кого есть фиолетовое оборудование. Вот и все. Слот с категорией нужно использовать только в единичных случаях. Когда есть такое оборудование, которое можно всунуть в слот с категорией, и оно танку дает такие бонусы, которых нету в фиолетовом оборудовании. Потому что фиолетового оборудования не так уж и много. Но таких оборудований не сильно много. Есть пару оборудований там на засвет для ЛТшек и плюс-минус по большому счету больше нету никакого такого сверх офигенного оборудования, которое очень сильно апнет ваш танк. Поскольку фиолетовый досылатель, стабилизатор, вентиляция перекроет практически все, что там есть. Но вот всяких там на засвет фиолетовых оборудований нету. Также еще появилось фиолетовое оборудование, которое укрепляет внутренние модули, боеукладку, баки там и так далее. Его стоит ставить на всякие там танки, в основном тяжелые, у которых проблемы с этими самыми боеукладками и баками. Таких танков не так уж и много, но они имеются. Ну и в целом, чтобы иметь хорошее оборудование, вам придется фармить боны. Либо если у вас вообще никаких особо ресурсов на аккаунте нету, то вам придется довольствоваться хоть чем-то и пытаться пользоваться этими слотами с категориями. Но знайте, что любой статист или задрот, который просто на десятки нажимает в бой, будет иметь всегда танк заметно сильнее, чем у вас. Поскольку любой чел, даже не статист, а просто абсолютно любой, кто имеет возможность на десятки нажимать в бой, будет за каждый бой плюс-минус почти всегда получать 3-5 бонов. Иногда даже может там 7. Поскольку нужно попасть всего лишь в топ 10 на десятки, чтобы получить за этот бой боны. А чтобы играть на десятки, нужны ресурсы в виде серебра, которые можно получить из прям аккаунта, или из прям танков, или сразу из того из того. Таким образом, скрытый такой вот pay to win, плюс еще десятки эти, которые не особо-то комфортные и не особо всем нравятся. Я допустим вообще не люблю на них играть. И это огромный минус лично для меня, потому что раньше я за медальки на любом левеле получал боны, а сейчас не буду получать. И когда мне надоест играть на десятках, а мне почти всегда нет желания на них играть, потому что мне там некомфортно, мне не нравится содержание. Я не буду получать боны, а боны нужны, чтобы ставить хорошее оборудование и легче нагибать всех в рандоме. Вот и получается, что картошка подстегивает вас пробовать кататься на десятках. Мне в целом эта идея вообще не нравится. Да и каких-то ощущений, что игра стала лучше после этого патча особо нет. Игра в целом та же самая. Есть какие-то единичные точечные правки, но в целом я во что играл, в то и играю. Ну да, слегка легче убивать колесников. Ну да, там Руинберг стал более сбалансированный, но на нем все равно бои, когда одна команда выигрывает и остается вся живая, а другая вся мертвая. И это сначала один респ, потом другой. Карту вроде бы исправили, а говно бои как были на ней, так и остались. На других картах то же самое. Все зависит от самих игроков. Если они не едут играть, то и бой получается помойка. Даже когда карта сбалансированная. А если карта не сбалансированная, то она изначально бой начинает из задницы. В целом игра та же самая. Ну и артиллерия, ее как было по 3 штуки чуть ли не через бой, так ее и осталось по 3 штуки и дамажит она пуще прежнего. Только успевая нажимать голдовую аптечку, чтобы лечить пол экипажа от очередного 500 урона. В целом нет ощущения, что это патч какой-то праздничный на десятилетие. Это очередной патч именно от Картошкин. Ты видишь изменения в этом патче и понимаешь, что он весь пропитан картохой. Это ощущение ни с чем не перепутаешь, ты прям смотришь в каждое изменение и видишь тут просто картошку. В принципе как и было всегда. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.